Час дня на Дону В Курганском районе 95 в Каменске-Шахтинском 102 в Боковском районе 107,9 в Морозовске 103,1 в Семикаракорске Большой информационный час Мы начинаем Большой информационный час У микрофона именно Панфилова За звукорежиссерским пультом Иван Сягин Здравствуйте, я расскажу о том, что новенького И интересного вы услышите в этом часе Итак, через несколько минут поговорим о безопасности детей летом Почему во время каникул увеличиваются случаи детского травматизма Что делать родителям, которые на работе И не могут следить за каждым шагом своего ребенка А каким правилам безопасности его нужно научить Расскажет наши гости Через несколько минут я их представлю Во второй половине часа поговорим о новой форме волонтерства Эко-волонтеров В чем их миссия, как много ребят готовы помогать Министерству природы Мы работаем в прямом эфире Телефон 200, ровно 2519 Звоните или пишите на WhatsApp Номер 8938-165-107 Итак, наша тема «Безопасное лето» Я представляю наших гостей Это Вероника Скорга, начальник отдела спецобразования и здоровья сбережения И Лариса Гейденрихт Кандидат психологических наук Педагог-психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Здравствуйте, гости! Добрый день! Вероника Владимировна, Лариса Александровна Летом, а также во время других каникул повышается травматизм среди детей Почему это происходит? Как это можно объяснить? Действительно, лето – это период новых впечатлений, отдыха, таких позитивных моментов Но, к сожалению, это период, когда есть очень много свободного времени И действительно, сейчас получается так, что тема безопасности для нас в период каникул наиболее важна Но в течение недели мы получаем информацию о травмировании более чем 10 детей В основном это дети до 12 лет И это можно связать с тем, что есть достаточно травмоопасных мест И в чем-то дети, находясь в таком свободном режиме, они недооценивают опасность Ну и, конечно же, это во многом зависит от нас, от взрослых Потому что даже анализ Всемирной организации здравоохранения Говорит о том, что чрезвычайные ситуации или несчастные случаи – это, казалось бы, то, чего невозможно избежать Но три из четырех случаев совершенно точно можно предотвратить И об этом нужно задумываться заранее Вы назвали возраст до 11 лет То есть это возраст именно повышенного внимания Почему, может быть, Лариса Александровна, вы объясните? Ну, это же возраст экспериментов И в этом возрасте уже дети менее ориентируются на мнение родителей Да, уже более самостоятельно И хотят завоевать определенный статус, имидж у своих сверстников Ну и часто вот таким опасным, рискованным путем Ну и как родителям относиться к своим детям? Сейчас мы сегодня расскажем подробно, подробно поговорим Что нужно делать, чему научить, как себя вести, как разговаривать Потому что мы же каждую минуту не можем следить, да, со своим ребенком Со своим ребенком должны его научить С начала здравительной кампании 2018 года мы много говорили о безопасности детей Об ответственности родителей за безопасность, правилах безопасности Вместе с этим проблема с детским травматизмом и несчастными случаями по-прежнему остается актуальной Почему? Травматизм в раннем возрасте у маленьких детей Он больше связан с тем, что нарушают правила безопасности сами взрослые То есть для ребят маленьких следование примеру взрослых прежде всего Мы же склонны рассказывать об одном, действовать по-другому Взрослые недооценивают те опасные места, которые совершенно понятны для человека уже сознательного Но которые может недооценить ребенок Например, это те случаи, которые сейчас происходят достаточно часто И отмечена гибель детей с недосмотром в связи с открытыми окнами Детки выпадают из окон, есть доступ на подоконники, не установлены дополнительные средства защиты Есть такая излишняя надежда на более старших детей, которые могут присмотреть за маленькими Но дети разного возраста, они также склонны следовать за собственным интересом, за своими желаниями И здесь ответственность родителей все-таки не выпускать из поля зрения своих маленьких детей Ну а с более старшими это четкое планирование времени Это понимание, где ребенок находится Проработка всех маршрутов, по которым ребенок передвигается в течение времени Для того, чтобы максимально его обезопасить Лариса Александровна, ну в принципе, если вспомнить, да, раньше же всегда старшие присматривали за младшими Их было больше Вот мы не говорили об этих случаях? Или же сейчас родители изменились? Что вы наблюдаете? Я думаю, что мир на самом деле сейчас стал намного опасен То есть мы вот, например, говорим сейчас о выпадении из окон Одно дело выпасть из окна первого этажа, да, и совсем другого многоэтажного дома Потом мы можем вспомнить о субъективной безопасности Мы раньше и двери не закрывали, да Нам было совершенно не страшно, что кто-то возьмет и воспользуется нашим Войдет, воспользуется нашим имуществом Ну а тем более раньше не было так распространено явление, как кража детей, да И мы сегодня поговорим подробнее, Вероника Владимировна, какая же опасность летом? То, что мы видим сегодня, это объекты железнодорожного транспорта Здесь, безусловно, та работа, которую мы проводим у себя в учреждениях образования Это и уроки безопасности жизнедеятельности, то есть отработка всех необходимых возможных способов действия, да Безопасного поведения, то есть самое главное, что мы делаем, формируем навыки, предупреждаем детей Но еще раз повторюсь, задача родителей, понимая, где ребенок находится, еще раз предостеречь его Еще раз напомнить о правилах безопасного поведения и проконтролировать, куда же ребенок пошел в течение дня Это все то, что связано с возможными отравлениями, то есть оградить доступ ребенка к тем веществам, которые могут попасть в его организм и повредить здоровью Это, безусловно, пригождение доступа к каким-то травмоопасным вещам, пневматическому оружию и так далее Ну и, конечно же, то, что связано сейчас летом с водными объектами, то есть присмотр за ребенком, когда он находится вблизи водоема Ну а для маленьких это преграждение доступа к любому объекту с водой Это может быть ведро, бассейн, какая-то еще яма, куда может потянуться ребенок и недооценить опасность И сообщение зачитаю на WhatsApp, которые приходят, буду по одному зачитывать Моей дочери 6 лет, она всегда просится выходить гулять с подружкой За ними следит мама подружки, насколько это безопасно И вообще, со скольки лет ребенка можно одного отпускать и крать на улицу Вот насколько может быть опасная улица, площадка детская Попомендирую как психолог, да Конечно, это достаточно безопасно, если за ребенком присматривает взрослый, которого вы хорошо знаете Мама подружки ребенка Хотя уже и в этом возрасте можно понемножечку доверять и отпускать ребенка Но только для этого тоже нужно подготовить Сначала нужно посмотреть, а как же он проводит время, когда вы не рядом Ну а на каком-то удалении с окошки, что там происходит Насколько он может сам себя занять Не ведется на какие-то провокации других детей, да Или как ведет себя со взрослыми Если видите, что он достаточно адекватен, не рискует излишне в каких-то ситуациях Бежит и спрашивает, у вас совета, как ему делать Конечно, это уже говорит о его готовности на какое-то время выпускать его одного во двор с друзьями Конечно, в светлое время дня И недалеко, так чтобы вы могли проконтролировать, что он здесь Благодарю вас, Лариса Александровна Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире Телефон 200, ровно 2519 Также можно писать сообщение на WhatsApp Номер 8938-165-107 Итак, мы проговорили сегодня уже об открытых окнах О том, что жаркая погода питания А также железнодорожный транспорт Ну и еще основная опасность Летом очень много случаев, связанных с водой С нахождением у воды Вот эти моменты Насколько они как в летом должны прорабатываться? Я уже говорила, да Я согласна с вами о том, что Все, что связано с водой Это манит Летом жарко Есть возможность прохладой воспользоваться Но это действительно большая опасность Для взрослых и для ребенка разного возраста Но прежде всего, самое главное Не оставлять детей без присмотра Ни на минуту Маленький ребенок за 2 минуты Может утонуть в небольшой глубине При наличии небольшого количества воды Поэтому все время рядом Присматривать Ни в коем случае одного не отпускать Ни с компанией Ни никоим образом не упускать из вида собственного ребенка Но дело в том, что правило учить плавать с раннего возраста Оно остается правилом И это, безусловно, повысит безопасность Но у нас есть случаи Даже когда ребята более старшие Которые хорошо держатся на воде Умеют хорошо плавать Но они утонули Не достигнув поставленной для себя цели Другого берега, лодки и так далее То есть это все равно опасность Водоем это опасность Поэтому здесь максимальный присмотр Обязательное использование для купания Только мест оборудованных Разрешенных для купания Не отвлекаться Не позволять присматривать за ребенком Тому человеку, которому вы не доверяете И здесь важна, конечно, ответственность всех взрослых То есть если вы видите, что ребенок находится Вы не видите, кто из взрослых его контролирует Но он в опасной близости к водоему Что-то происходит неконтролируемое в воде Конечно же, придите на помощь Поучаствуйте в этой ситуации Предотвратите возможное несчастье Не быть безучастными Вот такое сообщение В советское время дети гуляли и во дворах И по улицам без родителей Было больше свободы Сейчас родители контролируют каждый шаг своего ребенка В итоге дети не подготовлены к жизни Не делают ли родители сами себе хуже Если вспомнить, да, у нас больше действительно было свободного времени А сейчас, наверное, мы своих детей контролируем больше И тем не менее говорим на такие темы Что вы скажете, наверное, психолог нам расскажет Частично, кто-то написал это сообщение Прав, действительно, если мы сильно опекаем своих детей И сильно их контролируем И не даем им свободы и самостоятельности Они оказываются неподготовлены к тем опасностям Которые есть на улице, в мире Поэтому, конечно, наша задача, как родителей Или взрослых, там, учителей, воспитателей Подготовить, да, к этим опасностям Поэтому уже с какого-то возраста Конечно, ребенка нужно, ну, выпускать самому на улицу Оставлять одного дома Другое дело, что к этому нужно подготовить И обсуждать, какие опасности могут быть Ну, объективные Или какие бывают опасности, связанные с людьми То есть, и это зависит, конечно, от возраста Ребенка, ну, с более старшим, 11-12 лет Мы просто поговорим С маленькими, это могут быть сказки Мы рассказываем сказки Обсуждаем, насколько герои правильно, неправильно себя вели Это могут быть игры с детьми, с игрушками Потому что мало детям говорить И очень часто дети знают какие-то правила, да, но в какой-то сложной ситуации им не следует Лучше натренировать этот навык, да, как лучше себя вести в этих ситуациях Поэтому игры здесь помогут намного больше А личный пример, личное поведение А личный пример, это, ну, вообще самое важное Потому что на самом деле мы воспитываем своим личным примером А не тем, что мы говорим, да То есть, если мы не спрашиваем, кто пришел Не смотрим в глазок Сразу открываем дверь То велика вероятность, что у нас ребенок поступит так же, да Или если мы переходим дорогу на красный свет И не смотрим, едет ли машина То, ну, ждите, что и ребенок поступит, ну, примерно так же Дело в том, что те средства мобильной связи, которые у нас есть Как отвлекают ребенка, так и могут помочь Вот сейчас сотрудники, которые изучают травматизм на железной дороге Они озаботились этой ситуацией И занялись разработкой приложения, которое можно установить на телефоны детей И при подходе к железнодорожным путям Будет определенный сигнал А также прекращение проигрывания музыки, видеороликов и так далее Потому что в наушниках ребенок не слышит приближающийся поезд Игнорирует близость к железнодорожным путям А это может помочь обезопасить Поэтому вот средства такие могут тоже быть на помощь родителям Очень замечательное нововведение, да, которое действительно поможет Потому что основная причина — это наушники и отвлеченность ребенка Вот та грань, есть ли грань в контроле своего ребенка? Как контролировать, можно ли это делать? Вопрос в том, что мы хотим, чтобы дети были самостоятельными И мы переживаем за них Может ли опека быть чрезмерной? Лариса Александровна Может, да И чрезмерная опека так же вредна, как и недостаточная опека А в наше время мы чаще сталкиваемся как раз с такой чрезмерной опекой Потому что детей у нас мало сейчас, да, один-два в семье И родители очень переживают за детей И, к сожалению, они контролируют, опекая, вот не готовят детей Ну, к реальной жизни, да, к реальным опасностям Потому что очень важно Даже уже не в 11-12, да, когда дети уже хотят рискованных каких-то действий А заблаговременно, там, с пяти лет, да, начинать говорить с детьми о безопасности О каких-то правилах безопасности, не пугая ребенка, да А приучать, как, ну, заботиться о себе Как правильно сказать «нет», да Как не попасть в какую-то сложную ситуацию И самое главное, как вовремя попросить о помощи у родителей или у других взрослых Ну, раньше же мы учили, что, допустим, нельзя, да, общаться с незнакомцами Как вот эти случаи? Ребенок потерялся, остался на улице К сожалению, сейчас некоторые родители учат, нельзя общаться с незнакомцами И это такое абстрактное правило, которое очень плохо работает и запутывает больше ребенка Да, там, тоже в магазине или, ну, шоферу, водителю, да, которому нужно заплатить Ну, или кому-то нужно обратиться за помощью Поэтому, конечно, наши правила должны быть очень конкретные Не просто нельзя общаться с незнакомцами, а с незнакомцами, ну, которые что-то хотят от тебя Проявляют инициативу, спрашивают у тебя какую-то личную информацию Куда-то тебя зовут, да, ну, что-то тебе там предлагают, дают А тем более там предлагают проехать в машине А какие из незнакомц, наоборот, безопасны, которым стоит обратиться за помощью, да То есть это, ну, люди в форуме, там, полицейские Это, может быть, люди на своем рабочем месте, там, продавцы Это те же мамы с другими детьми, да И ребенок должен разбираться, да, немножко Конечно, ребенок должен разбираться, какие из незнакомых людей могут быть опасными А какие безопасны и могут, наоборот, помочь Еще о форме воспитания сообщение такое к нам пришло Меня зовут Светлана, моему сыну 11 лет Когда я пытаюсь его воспитывать, говорить, допустим, мыть руки Заставляю что-то надевать, например, кепку или что-то сделать Встречаю сопротивление Нужно ли заставлять в таких случаях? То есть о том, как, да, как говорить со своими детьми Да, это вопрос о том, как говорить, да Потому что похоже, что тут уже у них какое-то сопротивление и конфликт, да И важно бы разобраться, но в силу чего Почему те правильные вещи, которые говорят родители, ребенок не хочет слушать, да Поэтому важно не просто говорить и быть уверенным, что ребенок должен нас слушать и повторять Мы очень часто этого ожидаем А важно быть еще и хорошим слушателем Расспросить его, да, а почему ты считаешь, что так не нужно делать Узнать его аргументацию И тогда у нас будет больше шансов донести до него Те правильные модели поведения, которые мы хотим, да Если мы будем использовать, ну, знать его аргументацию То у нас уже будет и своя аргументация, ну, более эффективная Спасибо, Лариса Александровна Вероника Владимировна, Лариса Александровна Очень часто дети остаются дома одни, да Многие доверяют своим детям или уже без выхода оставляют дома Насколько это может быть опасным? Какие вы рекомендации можете дать? Что нужно рассказывать ребенку или вообще как действовать родителям? Ну, безусловно, здесь важно понимать В течение которого времени периода ребенок будет один И спланировать его время Чем он будет заниматься Если понятно, что он будет там разогревать себе еду Да, как он будет это делать Откуда он это возьмет Возможно, что-то приготовить заранее Чтобы это было легко разогревать и так далее Какими еще предметами дома он может пользоваться Оставить в зоне доступа для маленького ребенка Ну, достаточно маленького, да Те, которые для него безопасны и уже известны И ограничить доступ к тем, которые пока еще вы не вполне спокойны Да, для того, чтобы ребенок ими воспользовался Обязательно быть в доступе для возможности ответить на телефонный звонок И ребенок должен понимать, что в любой момент на любой вопрос вы ответите И сможете помочь ему спланировать дальше свои действия Куда, кому он еще может обратиться за помощью Если возникнет какая-то нештатная ситуация Но это, конечно, очень индивидуальная история Я немножко добавлю То есть я бы здесь тоже рекомендовала готовить Да, не просто разговаривать, да, готовить То есть начать с того, что вы дома Ну, может быть, в другой комнате, в ванне, на кухне, да И смотрите, как ребенок справляется Тем, что он там полчаса, час, да, сам занимается Можно с ним играть Ну, если это ребенок дошкольник, да Там, вот ты зайчик, я мама зайчиха, я ушла И что будет делать зайчик, как он себя будет вести Но позже, конечно, когда вы видите, что ребенок, ну, готов оставаться один Здесь тоже есть критерии готовности оставаться один, да Одно дело, ребенок говорит, я готов и хочу остаться дома один Вот, и, ну, насколько он на самом деле готов То есть вы видели, что эти полчаса или час он спокойно справляется И может себя как-то обслужить, покушать Вот, потому что некоторые дети, ну, может быть, и хотят остаться одним Но мы представляем, что это достаточно опасно Вот если говорить о гиперактивных детях, да То это не только там в 6 и в 12 лет иногда его очень сложно оставить одного И первые, как бы, уходы родителей, да Это, конечно, должны быть, ну, краткосрочно 10, 15, 20 минут Вот если мы видим, что ребенок, ну, спокоен, да Не расстраивается, не плачет Ну, можно увеличивать эти интервалы Если же ребенок еще мал, ну, а у нас была такая попытка Или там необходимость, да И он встретил нас со слезами Лучше на какое-то время прекратить, да А позже к этому вернуться, ну, вот уже после определенных игр и подготовки Сообщение пришло на WhatsApp С какого возраста ребенка можно оставлять одного дома? То есть здесь не о возрасте речь О том, насколько он готов Есть рекомендации по возрасту Считается, что там 6 лет уже можно оставлять Хотя, конечно, говорю, есть индивидуальные отличия Некоторые дети и в 4-5 уже готовы оставаться Не очень они спокойные и самостоятельные Ну, а некоторые, как я уже говорила, да И в 12 это большой риск оставлять его одного Вот, допустим, как мама у меня возник вопрос Я своего сына, ему 12 лет, я его не оставляю одного дома Это плохо или же нет? Наверное, это тоже чрезмерное Это чрезмерное Ну, на самом деле, уже даже если 8 лет Ребенок не готов оставаться один Да, ну, то есть первый класс уже пошел, а боится оставаться один Это уже повод родителям задуматься Не слишком ли ребенок тревожный Но очень часто это мы тревожные Мы как родители тревожные И мы заражаем детей этой тревожности Не отдавая себе отчет Какие-то будут иметь последствия потом для ребенка К нам на психологическую консультацию Очень редко обращаются с детьми Ну, младшего школьного возраста Вот с такой неуверенностью, да Что вот родители считают, что это хорошо И нормально, если ребенок, ну, один дома не остается Один никуда не уходит, только с кем-то Но обращаются с этим Ну, практически в подростковом возрасте Когда ребенок один сам не может пойти в театр Даже при том, что там его одноклассники Но они уже прошли И как же это он сам дойдет до одноклассников Поэтому пугает такая тревожность Родителям намного позже На самом деле они сделали очень много для того Чтобы она появилась Поэтому лучше готовьте, да И потихонечку оставляйте его дома Чем раньше начнете, да Тем быстрее он справится Если даже у него есть тревожность А может быть ее и нет Может быть это чисто ваше Кроме того, что дети дома проводят время И здесь нужно, да, позаботиться об этом Много у некоторых появляется Со временем, с возрастом времени на улице Свободного своего времени на улицах Некоторые дети затем признаются с возрастом Что они бывали на заброшенных стройках Что они в опасных местах были У них есть этот порыв, да Определенный к адреналину, к путешествию, к приключениям Как в этом случае, как обезопасить их Мы же не знаем, где и что в этот момент с ребенком Можно ли отпускать и можно ли давать это личное время Нам все равно придется отпускать Мы не сможем все время ребенка держать возле себя И если ребенок поделился с вам Что он сделал что-то, может быть, не совсем хорошее Был не совсем в хорошем месте, а в опасном То, конечно, его нельзя ругать Если мы начнем с того, что мы будем ругать Или запрещать, наказывать или запрещать Мы придем к тому, что ребенок в следующий раз нам об этом не расскажет Конечно, должна быть спокойная реакция И спокойно с ребенком обсудить Какие есть риски в этом занятии Или в том месте, где он был Спросить, как видит он Подвести его к определенным правильным выводам Не просто самим рассказать Важно подвести ребенка Потому что те выводы, которые сделает он Они для него будут более ценные, чем наше наставление А нужно ли, когда он пришел в прогулки Каким-то образом попытаться выяснить, где он был И как понять, что он говорит правду Я думаю, любой родитель интересуется Как проводит время ребенок Что с ним происходило в течение дня Поэтому, конечно, важно спрашивать у ребенка Как он провел время Что интересного он делал, с кем он общался То есть быть в курсе жизни ребенка Правду он говорит или нет Конечно, я за то, чтобы родители доверяли детям Это уже определенные нарушенные отношения Если родители сомневаются в том, что говорит ребенок Или если ребенку приходится постоянно обманывать родителей Что-то, значит, уже пошло в их взаимоотношениях не так Альтернатива безопасному отдыху и веселому времяпровождению ребенка Пока родители на работе Это загородный лагерь Как правильно настроить его на такую поездку Если же едет впервые К чему нужно подготовить С какими сложностями может столкнуться Наверное, с вас начнем, да, Вероника Владимировна Как представителя образования Действительно, с любым новым опытом, да, с любым путешествием Со сменой ситуации Ребенка стоит познакомить заранее и подготовить Ну, многие из нас, наверняка родители, которые отправляют ребенка в лагерь Они сами по своему детству знакомы с тем, что это такое Быть в дороге, попасть в новую команду, да, познакомиться с новыми людьми Жить по определенным правилам Участвовать в мероприятиях, показывать себя Отстаивать свое место, да, в этой новой команде ребят Но определенным образом прожить период времени Он может быть разным Неделя, две, там, 21, день 24 Конечно же, прежде всего Родителям стоит самим выяснить о том, что будет в этом лагере Как он будет организован Какой будет команда Кто будет из взрослых с ребенком Максимально эту информацию передать, обсудить Подготовив его, расспросить об ожиданиях ребенка И, ну, возможно, их немножечко, ну, скорректировать Если это не так Потому что, возможно, ребенок ожидает Что он будет максимально делать все, что он хочет А он попадет в условия очень регламентированные Да, это режим, подъем, питание Возможно, не каждый день они будут ходить на море Если это приморский какой-то лагерь И так далее То есть здесь максимальная информация Объективная и достоверная О том, куда и каким образом попадет ребенок Она, безусловно, поможет подготовиться Вот к тому, что будет Все равно будут неожиданности И здесь важно проговорить, что делать Если что-то идет не так Какие способы связи Как он будет общаться и сообщать Ну, каким образом это тоже в лагере организовано Потому что где-то есть ограничения на пользование Мобильными телефонами Это предусмотрено организацией работы лагеря Тогда в какое время, через кого держать связь Вечером или днем, через вожатых и так далее Вот эти все вещи стоит предусмотреть Заверить ребенка в том, что родитель всегда придет на помощь Ответит, поддержит И в любом случае, тот период разлуки, который есть Он ни в коем образом не влияет на отношения Что забота, внимание и хорошее беспокойство ребенке Оно все равно остается Ну вот, я бы делала это так Нариса Александровна, я бы немножко подведите итог Добавьте Что хорошо в первый раз отпускать ребенка в лагерь Со знакомыми детьми Согласна То есть это будет ему намного проще Важно тоже послушать ребенка, какие у него тревоги Обсудить их, может быть Ну и тогда, я думаю, отдых в летнем лагере пройдет замечательно Что бы вы в завершение сказали? Лето прекрасный период И каникулы нужны для того, чтобы отдохнуть Стоит планировать отдых заранее Максимально вместе с детьми Но если уж предстоит нам оставлять их одних То продумать максимально обезопасив И еще раз проговорив о том Как лучше себя вести Лариса Александровна Так хочется просто пожелать хорошего отдыха И детям, и родителям Набраться сил, ресурсов для учебного года Я благодарю вас за полезное, интересное Действительно интервью Тема безопасности детей летом Она настолько обширная Ну и в любое время года Что можно к ней возвращаться Что мы и будем периодически делать Этим летом, наверное, еще вернемся к этой теме Желаю тоже родителям безопасного лета В первую очередь Напоминаю, что о безопасности детей лета Мы говорили с начальником отдела спецобразования Здоровья сбережения В сфере образования Ростовской области Вероникой Скоргой Кандидатом психологических наук Педагогом-психологом Областного центра психолога-педагогической помощи Социальной помощи Ларисой Гейденрих Далее поговорим о эко-волонтерах Что это за новое направление Что у них за миссия Также как пополнить их ряды Но сначала реклама Эфи Эфи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok